Всем привет, с вами Прия, сегодня среда и пришла пора всю недельную удачу выплеснуть в эти сундуки, может быть, геттику, даже дробь на сундуке. Идея их довольно-таки, конечно, интересная, но проявится ли она успехом, вопрос хороший. Удастся ли по итогу вытащить геттику, вопрос реально хороший. На монко перчаточки, перчаточки, ну, такие, какие-то непонятные чуть-чуть, что по модификаторам. Кровавый, мучительный, укрепленный. Что у нас получается, мапсы будут войд-зоны оставлять, хп-шечка, если менее 90% у игроков, то там тикующий дот будет усиливающийся висеть. Бедные хилы на этом кд. Смотря на тех хилов, которые находятся иногда в рандом-группах, которые пытаются хилить ласта в мастерской, их будет реально жалко на этом кд. И, в принципе, те, кто был на стриме в тот момент, когда на войне крыл сундучок, или это было на монке, короче, на каком-то из персонажей, то там был очень веселый холипаладин. Очень-очень. Тут что? Тут ритуал бездны. Окей. И ключик вольная гавань. Ну, вольная гавань это приятно довольно-таки. Не то, что толдогор на том кд, выпавший. Но, как говорится, все равно я пойду в мастерскую. Не знаю, мастерская сейчас намного легче. И все-таки данж сам по себе приятный. Довольно-таки быстрый, довольно-таки простой в целом. Ха, табличка «Сохраняй спокойствие». Интересно, кто же ее поставил? Ну да ладно. Открываем сундучочек. На ДК. Я уверен, должно что-то полезное упасть. Угу. Хм. Ступни на искусность. Не, ну это весело, конечно. Да их можно хоть сразу продать. От них толку в целом. Ноль. Так, а ПВП-сундучок интересно, что принесет. Что-нибудь такое, может быть. Эпическое 460-е. Ну, колечко, может, там. По приколу. Может, тринкет какой-нибудь. Просто можно сказать, ради того, открывая эти ПВП-сундучки, просто чтобы было. Окей, тринкет ПВП-шный. Он, вроде бы, даже используется. То есть, довольно-таки уникальный тринкет по своей механике. Ну, то, что там порча вот эта накапливается и все такое прочее. Не знаю, используется ли он на текущий момент. Но раньше он, вроде бы, юзался. Что еще хочется сказать? Ну, как бы, сундучки открыты. Все классно, все замечательно. Касательно недельных походов в БЗДУ. Очень много вопросов у людей. То, что уже 229 человек в сообществе. А ты говорил, будет всего 200. А попадем ли мы вообще в принципе? Ну, смотрите. В воскресенье был ластовый рейд на Джайну. И минут, наверное, 20. Мы ждали двух дамагеров. При условии того, что я эквип понизил входной там до 420-го. Мы ждали их реально 20 минут. И там спустя только 20-25 минут мы нашли этих двух дамагеров. То есть, в целом, если у вас есть желание и вы онлайн в это время, то, само собой, вы будете попадать. А вот эти вот люди, например, которые до сих пор имеют пустую заметку. И хотя им уже было очень много раз сказано о том, то, что пишите о себе информацию в Дискорде. Ну, они ничего не пишут. И, знаете, они попадать в рейды не будут. Потому что они не смогут зайти в Дискорд. Но все-таки голосовая связь это во время рейда вещь, не сказать, что прям нужная, но, как говорится, желательная. Их нет в Дискорде, их нет в таблице. Они не получают инвайты, у них не написаны заметки. Все просто. Так что не думайте, что эта цифра такая большая. У кого-то один персонаж, кто-то не может приходить в это время. Поэтому подсоединяйтесь, и все у вас будет замечательно. И дробните этого чудесного маунта. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. И, скорее всего, если вы смотрите этот видосик в среду, то можете зайти на стрим. Пообщаемся. До скорого.